так девочки я помыла руки и сейчас быстренько а то у меня горит сковорода значит клешни как краба вырывать мы все знаем теперь мы клешни тоже вот так вот на вот на такие кусочки если клешня толстая то вы можете вот так вот не охотайте за топориком за молоток молоток за молотком поэтому делаем все быстро а я же вам не показала почему бы вот смотрите какие у него клешни вообще он был красивый красивый но это же только я могу потом вспомнить что нужно сфоткать краба своими крабами фоткался вчера весь омегрос я их купила в микрозе микро так смотрите вот эти вот вообще кончики я даже с ними заморачиваться не буду я конечно вот эти выкину еще вот здесь вот есть такие типа ласты они тоже совершенно ни к чему нам так сковорода должна быть кипятком прям очень 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 раскаленный масло в сковороде должно быть очень раскаленным вот так вот как девочки давайте я кину уже первую часть а мне надо вам показать так себя руки обливать в очередной раз помою голубой краб он очень полезно и в нем очень 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 много белка а я боюсь все равно я не боюсь не поверите а осталось мелочь это попозже говорю так сейчас обмою руки так смотрите значит мы вот так вот все разделили вот такие которые толстые клешни мы чуть-чуть вот так вот побили по ним вот видите чтобы они будут нам нужно мастер кукурузная 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 мука момент для нас сначала то что дольше жарится закинем вот так вот клешни вот смотрите это я вытащила далее закидываем следующую партию сортировать до ножки которые вот эти вот потоньше они быстрее жарятся чтобы они у вас не были сухими так вообще мне очень много что нравится я люблю разные кухни я не прилеплена какой-либо к одной и везде есть что-то полезное для себя можно найти вот кстати вам покажу немецкую это он самый распространенные немецкая из него можно сделать и салат вообще он очень 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 полезный и дальше у нас пойдут вот эти вот как но сама мясо серединка у нас не самое грязное видео до будет с вами так вот так вот удобнее да вот видите все лапки тоже готовы мы их вытаскиваем я думаю уже мы можем забросить и наши сердце ну как серединку так скажем девочки теперь значит быстренько что нам нужно все у нас мы крабов вытащили с вами и вот мы уже нарезали потому что вообще все принято обжаривать всегда отдельно вот мы вытащили с вами наших крабов да и теперь мы туда должны с вами положить в это же масло мы кладем огурцы так вот мы с вами огурец мы уже закинули сейчас мы его будем уже вытаскивать он у нас обжарился немного обжариваем огурец у вас будет тоже со вкусом краба сейчас я возьму другую тарелку смотрите дальше что тут у нас дальше мы забрасываем с лук тоже нарезанный довольно таки крупно и обжариваем лук и вот что у нас получилось а и сейчас огурец сейчас сюда же все будем доставать все вам покажу так вот я достала лук вот вытащили далее мы закладываем перец тоже буквально минутку обжариваем его я еще почище вот этот перчик кто не хочет может острый вообще не класть а их не за нарежу так смотрите видите перчик тоже у нас просто он не хрустящим короче дальше мы кладем смотрите теперь мы кладем имбирь в это же масло дальше мы положим туда с вами чесночок все мужа фактически закончили наше приготовление имбирь и чесночок обжарили дальше мы кладем перчик у меня красный сухой потому что я чили вообще не употребляли не могу употреблять для меня он слишком острый мы кладем быстрый зеленый лучок теперь все что мы дожарили пожарили до этого и крабы и все положим и все это вместе прогреем так вот я уже выложила крабов и теперь мы выкладываем все наши овощи смотрите какая няка у нас получилось с вами я уже присыпала зеленью сейчас мы это все выложим и будем наслаждаться вам покажу как кушать так смотрим что у нас получилось а вот что у нас получилось а девочки это реально вкусно и не нужно особо прилагать усилий и так вот у нас тут огурцы огурчики не нужно особо прилагать усилий то есть и кушать его так намного легче но опять-таки лично для меня и не знаю это намного вкуснее чем какой-то вареный краб вот эти штучки вы можете например приспособить для какого-то соуса но я никакого соуса сюда делать не буду начнем с вами пробовать то что мы наготовили так это выглядит вот так вот я приготовила еще вилочку вот видите вы посмотрите это все мясо сейчас вот это доедим сначала мясо прям кремовой девочки мясо у леди и у джентльмена ничем не отличается между собой девочки очень вкусно так эти овощи так девочки эти овощи вы можете приготовить даже не краба вы можете просто пожарить также все овощи и например сделать китайскую китайскую кухню например те же самые отварить спагетти которые есть у всех дома и обжарить овощи как я показала приобрести конечно же всем имбирь имбирь он очень сильно влияет на вкус теперь наверное мы с вами попробуем что мы с вами попробуем клешни это самая тонкая часть она самая ну это вот эти ножки не самый мягкий короче это для любителей что-нибудь пососать просто высасывается и все это вот клешня побольше сейчас я вам покажу смотрите что в ней есть я советую тоже если не хотите высасывать можете доставать палочками так вот достали мясо палочками и кушать это для тех кто ничего не хочет высасывать коненько это нужно для вашего спокойствия все выпить вам пустой что креветки что крабы я приготовлю а потом уже в течение полгода а то и год а то и года точно я от них слышать уже ничего не хочу и не желаю мне уже легче покушать просто где-то в ресторане потому что вот этот вот запасок у меня еще долго остается ну короче если вы хотите подготовьте вот вечером поужинайте подготовьте выпейте бокальчик красного вина вина как раз сюда можно вино 200 калорий здесь нижайшая калорийность конечно если вы отварите краба естественно пользы больше калорийности меньше ну и тому подобное вот кушаем изобретаем новый рецепт рецепт не новым делимся новыми рецептами из каких-либо стран все всех люблю я люблю всех целую всем пока